Я прибыла из Иркутска на поезде в Танхой. Танхойская верста, экотропа, проект РЖД и окоцентра. Вдоль Байкальского побережья, железнодорожную стацию Танхой соединяется визит центра Байкал. По деревянной тропе, крутяк, я не знала, идем. Кажется, экотропа по берегу Байкала, там за путями. Мне нужно сейчас обойти этот поезд, он перегородил дорогу. И как раз я окажусь на этой специальной экотропе до визит центра. У кого-то двор такой красивый, весь в цветах и с таким невероятнейшим видом на Байкал. Вот она Танхойская верста. Нам предлагают 45 минут, полтора километра прогуляться по тропе и почувствовать жизнь поселка Танхой начала 20 века. По пути мы узнаем, зачем стрелочнику петарды, кем были пассажиры КБЖД, какие три пути сошлись в Танхой, почему шпалы кладут так часто и какие были отношения с природой у первых поселенцев этих мест. Я в восторге от нашего РЖД, я не вот так прям часто на поездах езжу. И каждый раз они все лучше и лучше и лучше. Вагоны идеальные, еду в поезд можно заказать, туалет и души все сделали. Еще и вот такие затеи. Это очень здорово. Наши РЖД, конечно, молодцы. Живописное начало Танхойской тропы деревянной по берегу Байкала до визит-центра. Надеюсь, там не будет никаких затыков. Я просила их забронировать мне проживание и на завтра экскурсию в Хамардабан. Ну что ж, посмотрим. Скрестим пальцы, чтобы все шло по плану. Вот живописнейший дом, который я сверху видела. Боже мой, у них грядки. Волосок к волоску. Это дом с вековой историей. Дом стрелочника. Для стрелочника железной дороги начала 20 века профессией была железная стрелка и фонарь с разноцветным стеклом. Этому дому более 110 лет. В 1910 году был построен. При помощи фонаря стрелочники подавали сигналы. Красный останется тот час. Белый путь свободен. Зеленый нужно уменьшить скорость поезду. Еще у стрелочника были флаги. Сигнальный рожок для звуковых сигналов. Коробка петард. И железная или деревянная лопата для очистки путей. С момента своего основания Танхой был поселком переселенцев, ссыльных и железнодорожников. Пока делали кругобайкалку. И отсюда ездили паромы до портбайкала, где мы уже побывали. Это был расцвет поселка в самом начале 20 века, в конце 19, где-то до 1905 года. Следующий пункт нашей образовательной программы посвящен первым пассажирам Транссибирской магистрали. С вот такими вот груженными чемоданами. Если бы мы отправились в путь в 1900-1990 годах, в начале 20 века, то попали бы в поток переселенцев на железной дороге. Кто-то по собственной инициативе. Казачьи партии и крестьяне по Столыпинской реформе переселялись. Каждому выделяли по 200 рублей безвозвратных средств. На эти 200 рублей можно было приобрести 200 коров. Реформа Столыпина дала право всем желающим получить земли малонаселенных на местах Российской империи. И примерно 3 миллиона человек переселились в Сибирь. Самое большое количество за все время. А вот из Черниговской губернии еще и плыли полторы тысячи километров. И прибыли в Хабаровск. В НХОЕ сходились три дороги. Это Сибирский тарк, путь цивилизации в Гухой тайге КБЖД и Байкальская переправа здесь была. Где ледоход Ангара и Байкал из Англии били Байкальский лед. В 19 веке Байкал огибали тропами через горы Хамар-Дабана. А потом генерал-губернатор Сибири приказал проложить гужевой тракт. И по нему уже стали ездить на лошадях. Сибирский тракт это был в тайге. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Оказывается есть понятие эпюра. Это количество шпал на 1 километр пути. И в России самая распространенная эпюра примерно от 1850 до 2000 шпал на 1 километр. Расстояние между шпалами диктуется необходимостью передать давление от рельсов к земле. Поэтому так часто необходимо укладывать шпалы. Пихты такие живописные вдоль дорожки. Так похоже в Бангадеше. Мы ходили по таким же. И лес очень похож, где тигровые тропы. Тигров мы конечно не увидели бенгальских. Но такая же деревянная тропа пуля в пулю. И лес невероятно похож на бенгальский. Это руины деревянного железнодорожного моста через речку Безголовку. Когда-то с помощью этого моста человек преодолел дикие таежные места. А сейчас природа поглощает обратно деревянный брус и железные костыли. Борьба человека и природы. Во времена строительства этого моста природа была для людей соперником. Человеку приходилось подчинять эту стихию, прорубать топором, отвоевывать у тайги пространство для житья. А потом еще за них все время бороться. Первопроходцам было очень нелегко. У них не было медицинской помощи. Суровые зимы, а поджидали их непроходимая тайга, дикие звери в лесу, высокие перевалы и горные хребты, хамар-дабана, крутые берега Байкала, переменчивая погода, недостаток специалистов и изолированность. Так сложно было переселенцам. А с другой стороны природу воспринимали как неограниченные источники ресурсов. Человек ходил в тайгу с топором и ружьем, присваивал себе все, что захочет. И печальный результат этого уничтожение Соболя, мягкого золота России, одного из главных экспортных товаров. И в начале 20 века люди поняли, что природу нужно охранять. И Баргузинский заповедник, в который я потом поеду, был самым первым открыт на территории России в 1916 году. И там как раз Соболя и начали охранять. Это территория бывшего порта. И сюда в 1942-1943 году из Севастополя было эвакуировано военно-морское училище береговой обороны. Вот и конец тропы. Идем искать визит-центр. Надеюсь, что там у них все пройдет, как обещано. Было великолепное путешествие. Неожиданное и потрясающее. На берегу такие цивильные домики с видом на Байкал. Бегвамы. Вот еще какие коттеджи гигантские. Там даже спортзал кто-то открыл. И занимаются. Тренируются. Присуху качают. Детская площадка какая навороченная. Прям в современных тенденциях. Байкальский. А это еще и Карэсан Суи. Сад камней из песка. Символизирующий собой воды Байкала. Все как японцев. Ну, это прям красота. Очень здорово. Вагонетки. Вагонетки железнодорожные для угля. И вот это, судя по всему, здание визит-центра. В общем, вывод. Если отдыхать и делать выбор между Листвянкой и Танхоем просто для отдыха пляжного однозначно нужно выбрать Танхой и семейного. Оказалось, что показалось. Этот Байкальский заповедник не тот Байкальский заповедник, который мне нужен. Это какая-то конкурирующая фирма. Хотя это визит-центр. Байкальский заповедник называется. А тот, который сам лесохозяйство, он где-то там в лесу, а хостел, в котором я просила забронировать место, находится недалеко от ЖД вокзала. Ну, ничего страшного. Иду в обратку, позвонила, все в силе, иду заселяться в хостел. А потом сюда еще раз прогуляюсь и пойду посмотрю экспозицию в этом Байкальском визит-центре. Вот мой хостел. Гостевой дом центральный. 1200 ночь стоит. Замечательное размещение в самом поселке. Такой прекрасный номер в хостеле. Окно и деревенское спокойное жизнь за окном. Это я тут уже завалила. Душ с туалетом чистейший. Такой свежестью пахнут. Хотя такие не навороченные, но просто идеально чистые. Очень здорово. В десяти метрах от хостела продуктовый магазин, который еще вроде до 21 работает. Так что все очень комфортно. Магазин прекрасный. Я там даже семки чия купила. И мартини есть. И такой тоже чистый-чистый. Очень хороший магазин. Фрукты, овощи. Все-все-все есть. В центре деревни посохранялись деревянные домики. Небольшие. У кого-то прям такие уже хорошо подреставрированные. У кого-то такие захеревающие. И морял. В честь Великой Отечественной войны. Такой красный. Что-то железнодорога что ли связана. Стена такая это сделана. Люпины дикие цветут. У меня на даче повымерзли. А здесь в Сибири такая красота люпиновая. Как в Калининградской области. Край Калининградский забыла. Какой он точно принадлежность. В этом поселке такая все пронизано духом железнодорожной романтики. Я очень люблю железные дороги. Но тут прям как-то особенно приятно находиться. Деревенская железнодорожная байкальская жизнь. Иду опять по версте Танхойской налегке уже. Зайдем там в тот музей и увидим Соболя Баргузинского. Вот он Хремьет Хребет Хамар Дабан вот он такой длинный весь на этой территории. А я сейчас в Танхой Абыла прям напротив в Листвянке. Танхой и Листвянка они оказывается прям друг напротив друга находятся. А потом я поеду поеду в Листвянке Улан Бургасы Хребет и Аж вот туда в Усть-Баргузин полуостров Святой Нос полуостров Святой Нос вот этот вот классный участок мы хотим посмотреть. по языке если влево повернуть ручаг узнаешь сколько времени нужно чтобы слить Байкал 400 лет нужно чтобы вся вода из Байкала вытекла через Ангару. 25 миллионов лет понадобилось Байкал чтобы вырасти в такое гигантское озеро. Если убрать воду то тут будет целая страна с тремя Копровинами долинами двумя хребтанами множеством разных каньонов. Здесь тыкаются две литосферные плиты Евразийская и Амурская и 75 миллионов лет назад тут была 1000 градусов и на Ушканьих островах где сейчас Нерпы был вулкан было жаркое очень жаркое местечко на трех с половиной до миллиона лет назад через ангару Енисей в Байкал приплыл предок Нерпы и Омуль тоже приплыл из серно ледовитого океана через Лену Оказывается Байкал несмотря на 25 миллионов лет даже не думает стареть он непрерывно растет рост сопровождается землетрясениями и может быть через 10 миллионов лет здесь возникнет океанский залив Байкал встретится с Охотским морем каждый год добавляется 400 миллионов литров воды очень классная интерактивная экспозиция 200 рублей а удовольствие масса столько информации полезной интерактивной очень интересно и вот даже шапки для фотографирования детская комната игральная терраса потрясающе сделали очень классно такая великолепная детская игральная комната со всякими образовательными элементами про детеныши зверей про сам Байкал очень здорово очень круто запахи тайги в дырочке нюхаешь и в аромат кедра пихты душицы чебреца и полыни такой потрясающий зал видеозал про заповедники в России потрясно он наш тигр невероятно интересный фильм про разные заповедники в России и каждый заповедник посвящен одному самому важному животному особенно меня удивило вот это вухухоль это в центральной России у нас где-то в общем это животное старше динозавров что ли раньше жило везде а сейчас только в России осталось тут такое кафе правда ничего не продают с видом потрясающим и замечательная терраса видовая как красиво я в восторге от работы наших уникальное сделали объект мирового уровня туристический и это все сделали на месте каких-то разрушенных старых зданий вот такой потрясающий объект обязательно стоит приехать в Танхой тем более это совсем не схожно ни с Иркутска ни с Унодей сюда добраться очень легко наверху библиотека буккроссинг и бинокли можно посмотреть на Байкал в бинокль невероятно здорово сделали я в восторге просто во второй части очень красная экспозиция о жизни коренных народов их обычаях о инспекторах Байкала и о проблемах Хамар Хамар Табан куда я завтра пойду это один из древнейших горных массивов планеты там живут растут эндемики реликты до ледниковой эпохи тополя в пять обхватов и пихты в полнеба посмотрим что увидим идем смотреть на соболя тут вот специальный комплекс вольерный с соболятами он поскакал 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 фиг их увидишь их двое всего и две клетки мальчик и девочка для каждого отдельная клетка тучка и гром вот я увидела одного Хамар Табан хребет такая видимость сегодня замечательная надеюсь что завтра мне тоже с погодой повезет хотя что-то там просели мне бесконечно шлют но скрестим пальцы а это музейный комплекс закрыт уже байкальская переправа ведь отсюда как раз переправлялись пока не было КБЖД в процессе строительства невероятно интересно вот эти деревянные укрепления на берегу наверное какая-то часть переправы байкальской деревянные остатки байкальской переправы природа их поедает потому что они деревянные к счастью они пластиковые стали ненужны и все все возвращается на круги своя замечательное место для отдыха с детьми в Танхои по всем этим кораблям можно полазить детская площадка здесь вот водочки чудесная прогулочная зона этот интерактивный центр тоже с детской площадкой гораздо лучше чем в Листвянке наверное чем в Альхоне для семьи замечательный отдых вот вот живописное место и замечательнейший комплекс выстроили визит центр огромное количество потрясающей информации и он домики для тех кто любит жить на природе цивилизации трансиб современный поезд и исторический почему-то берег состоит из земли и круглень обточенных камней это наверное дно бывшее было поэтому так выглядит сейчас земля в воде лежат большие белые камни мраморные что ли глыбы при строительстве их сюда занесло или природные но они как-то концентрируются в одном месте точняк мрамор белый белый такой что наверное строили приводли его сюда как гиба льда заброшенный дом деревянный огород огромный большой за домом и ворота такие как мы видели в тальцах с таким узорчиком и вот еще одна изба доживается век хотя бревна очень крепко вроде стоят ждет новых жильцов дорожка к открытому окну в траве неядно такая любопытная всем хочется посмотреть что там внутри происходит в доме чемодан на крышу вон выход а дом еще с виду весьма крепкий кто-то на сапе катается с собой привезли сап как индейцы на пироге у этого дома и так здорово было так сейчас хозяин покосил он как раз целый день покосом занимался и копну сложил чтобы совсем живописно было копна теперь еще возле дома я думаю это гортензия цветет это калина калина белым цветом цветет и вот такая капна потрясна чудесная гортензия мелкая шары какие сибирские очень красивая восьмиугольная наверное восьмигранная скорее всего это водонапорная башня историческая очень элегантная вот какая красота очень пропорциональная башня и окна такие красивые сделали с растекловкой красивой и окна и окна и окна до